Ребят, ну-ка давайте расскажите, как у вас там погода? У нас жопа такая, настроения никакого нету. Надо что-то в лошадке отснимать какие-либо, на вопросы ответить, кстати, меня тираном домашним назвали. Спасибо, Маринке, как всегда, глаза грустные, видите, она грустит. На самом деле, ребят, у нее токсикоз ужасный. У меня что-то опять повторно начался. Это раз. Во-вторых, она тоже не досыпает, потому что жопа ленивая со мной лежит до часу, пытается фильмы смотреть, я-то как бы высыпаюсь. Она жопка ленивая, потом утром посыпается, никакая. Поэтому вот у нее глаза грустные. А как вы хотели? Потому что я ее там немножко прессую, там, морально. Так если я, ребята, этого не делал бы, она, наверное, со мной бы развелась. Потому что, я вам скажу так, у нас в жизни всякие моменты были. Но ведь нужен, какой бы я ни был, нужен. За 9 там тоже ухлестывали, там, ребята, знаете какие. Но ведь выбрала. Потому что, если бы такой же характер она выбрала, как у нее, поверьте мне, она бы сбежала или изменяла бы его. И что, мать и благодать, да. Вы поймите, в семье должны быть два разных абсолютно человека. Если там будут оба шабутные, то семья, ну, неустойчивая будет. Потому что они другую бошки поотрывают. Если в семье будут оба спокойные, рано или поздно кто-то пойдет гулять. Потому что очень скучно. Ну, представляете, каждый день видеть эти монотонные морды. Это у меня монотонная морда, да? Нет, я вообще говорю, что есть сангинники, есть холерики. Ну, то есть, кто понимает, кто не хочет, тот поймет, к чему я веду. То есть, должны быть оба абсолютно разные характеры. Поэтому я по себе сам холерик. Марина, она более спокойный человек. Вот. И, как сказать, инициативы, там, допустим, приодеться, там, какие-то путешествия, там, какие-то приключения на жопу, они все равно будут идти от меня. Потому что в Маринке... Не, ну, путешествия я его трясаю, я с отпуском его трясу. Ну, это... Не, это не... Это не то-то. Не туда ты несешь, как бы, понимаешь? Сзади брат на машине едет. Увидел меня в городе. Двоюродные. Он, получается, с области. Говорит, нифига себе, говорит, ты меня подрезал чуть-чуть. Не, так, с бегомца. Смотрю, точно братуха. Юра, привет, нас смотрит. Он сегодня просто сюда, Пермь, за женой приезжал. Я сегодня сделала маникюрчик новый. Вот эти, как красивенькие. Ну, сейчас, подожди, как он строится. О, ласточка, видите? Женя, аккуратненько, очень. Поэтому, себя-то ответственности я не снимаю. Я тот еще говнюк. Но, ребят, поймите, она с этим говняком живет, ей нравится. Как мы живем? А? Сколько мы с тобой живем? Да пипец, столько говняков. Столько не живут. Получается, я приехал туда с армии. С 2001 года. Месяц на гражданке я не был. Я приехал сюда, а она, 19-летний следователь, меня допросила. Ну, кто кому интересно, видео посмотрите. У нас там видео про любовь есть. Сейчас мы рассказываем полностью, как это было. Поэтому, поймите, и у меня к ней претензии, и у нее ко мне претензии. Но это нормально, это семейные такие, как сказать, взаимоотношения. Если бы я не был таким ворчуном, да блин, вот, ну, поймите, вот я не бухаю, не гуляю. Вот, понимаете, вот вообще, как бы, все в семье постоянно. Если я еще ворчать не буду, так это, представляете, это просто идеальный муж. Ну, тогда можно выходить на улицу и отвечать, девки, вот он и я. Видите, понимаете, должен быть какой-нибудь у меня недостаток. Он есть, я ворчу. Но зато у меня с дочкой проблем нет, с сыном проблем нет, с женой проблем нет. Все под контролем, все довольны и счастливы. У всех все, что нужно есть для жизни, как бы. Я за всех все решил. Ну, да, а потому что я когда-то, вот, говорите, вот Марине я не даю выбор. Нет, я ей даю выбор. Ну, блин, вы поймите. Он мне эти джинсы будет вспоминать всю жизнь. У меня, кстати, они где-то, наверное, лежат не такие плохие джинсы. Когда Марина идет в расход, вы не представляете, что это происходит. Но она одевается для себя, ребят, я согласен. Я сегодня пришла, и он говорит, ты под что сделала ног зеленые? Я говорю, у меня настроение лето, я захотела лето, вот я сделала. Вот у нее право выбора было. Увидели ногти, настроение лето, все классно. Ей кайфово, я ведь ничего ей не сказал. Но теперь представьте, она себе купит какие-нибудь джинсы, блядь, какие-нибудь ковбойские. И будет их таскать каждый день перед мной жопой крутить. Ну, вот представьте, ногти, вот, значит, две недели, вжих-вжих и новые. Через три, через три. Я готов их потерпеть три недели. Ну, красивенькие, смотри какие. Там вот солнышко и лето. Классное, классное, лето. Солнышко. На улице вам покажи, как у нас солнышко. Поэтому, ребят, то, что я ворчу, я считаю, что мне простительно. Я ворчу. Я, пускай я буду ворчун, ребят, но я не всегда ворчу. Вот, действительно, я, наоборот, бывает ее успокаиваю, потому что и она тоже ворчит, и она тоже бубнит. Но это нормально. Это, вот, поймите, вот есть хорошая пословица. Вот я правильно сейчас все постараюсь сформулировать. Если в семье нету вот этих вот дрязг, когда один кто-то ворчит, второй там что-то там и третий, десятый выяснение, значит, семьи уже нету. То есть, как таковой уже семьи нету. Там уже нечего. Ну, как люди уже не живут вместе. Люди уже живут разными жизнями. Поэтому в семье должно быть, ну, конечно, там не должно быть. Такого это вообще не позволительно. Но чтобы вообще было идеально, значит, семьи нету. Вот если вы видите семья, где там вообще просто там сидят и молчат. Да, сидят и молчат по разным углам, значит, все пипец. Кто-то о чем-то уже думает, как бы смотаться направо-налево. Так, у нас что-то, мне кажется, с фокусом. Пальчиком надо тыкнуть. О, видите? А ведь Маринка бы этого не заметила. Классно смотреть? Классно. А было бы это мутно? Мутно. Но время было нормально. Приходится контролировать Маришку. А она меня в чем-то контролирует. В финансах, например. Если бы я, грубо говоря, там, вот дай мне вот сейчас все деньги. Я транжиры, ребят. Я расхерачиваю все до копейки. Я так расхерачиваю, что потом буду сидеть и думать, куда я расхерачил. Вот. А она меня держит. Она занимается с детьми. Она хорошая, даже, я бы сказал, суперская мама. То есть у нее терпения хватает сидеть, заниматься с Настей. Вот Насте скорость чтения просто идеальная. Настя учится хорошо благодаря ей. Но какие-то внутренние вопросы с Настей решаю я. Какие-то дрязги семейные там разрешаю я. Потому что Маринка говорит, а они меня не воспринимают. Иди, как бы, поговори. Мама для них очень добрая просто. А я с ней раз-раз поговорил. Нет, не значит, что я там взял ремень и тридесятый. Нет, абсолютно нет. Но они чувствуют авторитет. Но они должны чувствовать авторитет. Поэтому в семье должен быть мужик. А если бы я так себя не вел, ребята, мне в пору тогда платьишко одеть. Понимаете? А Маринке брюки одеть. Мне смазать кое-что, а Маринке купить резиновые пристегнуть. Понимаете? Вот тогда в пору вот так вот вести себя. Мужик, он должен быть мужиком в первую очередь. И его дома должны не просто уважать, а просто трепетать перед ним. Он боятся. Ну и где-то боятся, да. Потому что мужик, он должен быть мужиком. Иначе у вас дети будут распущены. Если вы не будете зыкные, как бы вот так вот заниматься. Иногда бывает это. Приходится там в сессии по-мужски, там час на полтора. Разговор такой за жизнь. Даже там вот я со Славкой бывает разговариваю. Но вчера консенсус у нас тоже был вопрос. Мы же решили, нормально? Нормально. И парень не выебеден. В то же время он понял, что он наказан. То есть вот такие вопросы. Нас спрашивали, где у нас Настя. Покажи, покажи. Да, да, да. Сейчас Настя про Настю расскажет. Ты покажи просто, что творится. Охренеть! Ну это еще не так много. Да как не так много? Ты посмотри с левой стороны. По полу колеса, он с машин. Да, я уже. Ну так ты можешь переключить камеру просто? Ну вот такая-то вопрос. Ну ладно, все. Я в этом телефоне не могу разобраться. Не мое. А в айфоне больше? Да. В чем? Кнопочки переключить. Да, охренеть, ребята. Такая у нас ситуация после дождя и во время дождя, да? Это охренеть. В море прям. Топ. Даже скорость не могу набрать, потому что это просто справа из стены там все выросло. Спрашивали, где у нас Настя. Настя на полторы недели ездила к бабушке. Сегодня приехала, соскучилась, говорит. Да? Да. Так что вот скоро она в кадре снова будет появляться. Но она там снимала влоги. Саша обещал выложить ее видео. Да, завтра, послезавтра уже зовем. Она там попросила записать и рассказать о городе, где я рос. То есть она все это сняла с бабушкой. Они там ходили, получается, в места, где я родился, где я учился, где ходил в садик. То есть вот бабушка там, видимо, им все рассказывала. Она там ходила со с сестрой. Она провела. Получается, двоюродной. Соня у нас была. Кто-то давно нас смотрит, видел видео, когда мы телефоны покупали им, получается, на подарки. Что-то тут вообще происходит, ребята, в городе непонятно. У нас все заступило. Ужас. И машина, как-то, ребята, и есть. Да, да. Ну, то, как удобно, видимо. Вот. Поэтому те, кто там пишет, что я домашний тиран, я этого не отрицаю. Но в то же время мне приходится быть таким. Саша, все одно-то по тому-то. Ну, нет, я должен буду сказать, если мне брат перебил, как бы, и что, на этом остановиться? Я же человеку ведь не ответил. Как бы, я ему сейчас в там разложил, поэтому вот такой, как бы, конец этот, как сказать, подводя итог, что да. Я признаю. Я признаю, как бы, да, есть изъян, но с другой стороны, по-другому в нашей семье никак нельзя. Дай только волю, потом все это, как весь кубик-рубик не соберешь. Все будут заниматься херней. Настя, я сказал, пожалуйста, Настюш, вот тебе будет 18 лет, и поживешь. Она говорит, нет, я не хочу, я хочу с вами. Говорит, собираешь шмотки? Да, я тихонечко говорю, пробуешь жизнь молодую для себя. Не хочет. Пока, говорит, живешь с нами, будешь слушаться меня. Понятное дело, потому что, вот, должны понимать четко, я папа, вот я отвечаю. Вот вышла за порог, отвечаешь уже сама за себя. Все, вперед, взрослая жизнь. Так же со Славкой будет, так же и будет с малышом. Все четко, понятно. До этого момента, все, раз у папы на плечах, надо папина, как бы, эти-то, и выполнять. Все. Тебе тоже, да, все понятно? Тебе тоже все понятно. По-другому никак. Поэтому, был бы другой характер абсолютно, ребят, я бы, наверное, Маринку бегал бы сейчас, искал где-нибудь. Потому что, собрал бы манатки и уебан-забыто бы сделал. Нравится, любит, живет, знаешь, все нормально. Не худеет, в дырявых одежде не ходит. А грустные глаза, они бывают у всех. Бывают и у меня грустные, когда мне дома мозг вздрючат. Это нормально. В основном, как бы, вот так, по комментариям, если разобраться, когда она уволилась с работы, я уже тысячу комментариев прочитал. А если вы хотите, можете полистать видео обратно, что у Маринки лицо счастливое. А когда она приходит на работу у гостей и тому подобное, я говорю, ты просто, просто преобразилась. Там было еще хуже. И кто тиран-то? Я вот это не могу понять. Кто херовый-то? Да не, я когда была просто на работе, я очень уставала. Кто ее с работы-то забрал? У меня получалось записывать рецепты надо было. Надо было работать. И плюс, пока мы доедем до дома, время много. И хронический недосып, хроническая усталость, это, конечно, давало о себе знать. А когда еще не хотела уходить? Не хотела. Ну, воспитанным не так, что должна быть постоянная работа. Вы просто не представляете, как с ней бывает сложно. Как ее приодеть сложно. Как ей поменять какую-то вещь лучшую купить. Вот у нее был для этого Samsung. Нет, насчет одежды я не против. Я против техники, смены техники. Мне надо привыкать и изучать ее новую. Ребят, я вам открою секрет. Вот она сейчас сидит и чешет вам в уши. И чешет сама себе в уши и мне. Она красная и розовая вообще не таскала. А обратите внимание, что на ней сейчас? Да, года три. Нет, четыре, наверное. Вот что на ней сейчас? Красная. Я ей ногти одно время красные делала. Да она зеленые даже раньше не делала. Она у нее была два цвета. Черный и белый. И что теперь? Ну, преобразилась? Преобразилась. Красота, красота. Ну, так вот. Я всегда была красивая. Так никто не спорит, что ты некрасивая. Я нескрасивый, наверное. Как-то и стороной бы держался. Но в суть-то ведь в другом. Я тебе говорю то, что все равно я как-то положительно на тебя влияю. Все равно какие-то в твоей жизни изменения, ну, не все такие херовые ведь. Это вот я все той мадаме отвечаю, которая мне там написала, блядь, не очень хорошая лексика, что я там Марину. Саша просто это. Бомбанула? Бомбанула. Потому что человек, абсолютно не знавший как бы нашу жизнь, который не посмотрел ни одного видосика, а увидел там какую-то часть видосиков, сделал какие-то выводы. Я думаю, человек не со зла получается. Ну, конечно, не со зла, поэтому я сейчас снимать кое-что. Я сейчас спокойно, я просто прикалываюсь. Не, я вам, ребят, просто скажу так, что я говнюк, и вы не представляете, я даже могу записать потом. Маринка мне не... Я на самом деле про себя хотел видео написать, вот какой я не очень бывал порядочным человеком в отношении семье. Я хотел записать это видео. Ну что, не хотел? Хотел. Хотел. Она мне не дает, ребята. Я-то свое вино-то никогда не снимаю, что я где-то бываю хуевенький. И не спорю об этом. То есть я-то свое признаю, но вот если Маринку спросить что-нибудь, признаешь ты или нет, хрен она, вот это вот про кофточку сейчас красную, это вам было как бы, ну, как бы доказательство того, что и меня бесит это. Нет, я имела в виду, что я всегда за новую одежду. Я не говорю про смену цвета, я тебе говорю про обновки. Вот, блин, я и про Фомо, про Ерему. Я высказала свою точку зрения. Ну, ребят, ну, хрен с ним, как бы. Я ее люблю такую. Вот, 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 люблю. Вот, раньше психовал, просто вот хотел кое-нибудь сматкаться. Как? Потому что я ей говорю, Марина, вот здесь ты сделала вот так вот. Она говорит, нет, я не делала, я не делала. Ее, чтобы загнать в угол, вот чтобы конкретно она призналась, вы не представляете, через какие надо пройти круги, блин, не знаю, сзада. Да, потому что даже Наська бывает, говорит, мама, ну, это было так. А она у нас двоих смотрит, говорит, нет, так и не было. Вы все мои слова переворачиваете. А знаете почему? Это профессиональная деградация, она была следаком. И она там научилась, потому что, как бы, признавать вино, в любой случае нельзя. Друзья, помимо этого, когда-то мама сказала, Марина, не надо было ему это говорить. Я это помню. И с тех пор, любовь моя не сдается никогда, она будет стоять до победы. Это знаете, как с той кошкой, которая пыталась приучить к унитазу. Она вот так вот стоит, и нет. Вот то же самое. Я еду тихонечко, что-то фрукстый. Ой, когда ты слова пытаются исковеркать, вывернуть совсем в другую сторону, конечно. Ну да, это примерно, как только в России же такое бывает, как бывает, как там у нас преступление существенное и несущественное, да, как бы. То есть, надо же в несущественно перевести, да, вот все квалифицировать. Нет, есть тяжкая, средней тяжести. Ой, я даже проследился, ребят. Поэтому все, ребят, все люди, все, которые существуют, у них есть свои косяки и тому подобное. Но хорошо, когда человек их признает. Хреново, когда человек не признает, потому что второй начинает психовать. Это я. Психует пипец. Но, ребят, я смирился, смирился, потому что для меня она все, она моя жизнь. Поэтому вот какие-то моменты, да, но где-то приходится быть тираном. Потому что если дать палец, отхерачит по колено. Ну, конечно, тебе тоже подставишь руку, так ты на шею сядешь. Видите? Ой, хрен с ним. Поэтому любим друг друга. И все. Я считаю, что вопрос для данной девушки, которая задавала там, не задавала, она, вернее, даже утвердительно написала, что я там тиран, там чуть ли не с Гитлером не сравнила, как бы, а их с евреями. Я считаю, что уже исчерпан еще и такой ответ вы получили. Надо, хотите узнать нас поближе, смотрите все видео. С самого начала садитесь и смотрите. Или вы отслеживаете нас, получается, дальше. В принципе, я никогда не пытаюсь показаться больше, чем я есть. Вот какое есть, да, бывает говнюк. Ну, я такой. Я так живу. Кто-то меня воспринимает в жизни. У меня так же в жизни с друзьями. У меня не так много друзей, но те, кто меня воспринимает, любят меня, ценят меня. Я считаю, что это настоящие честные друзья. Их не так много, но они вот именно честные. Сашка, привет. Поэтому вот такая ситуация. Умница. Она поняла, сообразила как-то. Чип пальчиком. Молодец. Да я вообще. Золото. Да. Значит, возвращаясь все-таки к тому, что я тиран, да, снова опять же к тому же. Это я хочу именно в семье. То есть насчет Марина мы разобрались, в семье, да. Сейчас Настюша это видео будет смотреть. Конечно, она где-то засмущается, застесняется. Но для меня, когда мы с ней разговаривали, когда вот именно, когда она мне это сказала, вот сейчас что я озвучу. У меня сердце сжалось, слезу чуть не пробило. Почему? Потому что тогда я понял, что я сделал все правильно по воспитанию, по ее воспитанию. Что я иду в нужном направлении. Что в тот момент, когда я мог тратить время на себя, там, отдыхать, танцульки, тому подобное, я, тратил это время с дочкой, разбираясь в ее проблемах. Также Марина в этом мне очень сильно помогала. Потому что без Марины бы точно это никогда бы не получилось, в одного это не вывести. За Настей бегали два мальчика. Серьезно так бегали, ухаживали. Классные парни. Честно скажу, классные. Я вот прям... Папа заценил. Заценил с этих сторон. Но она идет, не идет с ними на контакт. Они ее там везде приглашают, там 30-е. У них такое соперничество, у этих парней было между собой. Она не идет. Я говорю, Настя, а почему ты не идешь? Я говорю, вроде как, ну тебе 15 лет, уже будет вот 16 как-то вот. А она сидит, книжки читает. Сидит там всяких Лермонтовых, Пушкиных, всяких этих, кого она тут собачье сердце и тому подобное. То есть она сидит, все эти книжки читает, читает всяко вот, развивается, рисует, медицину изучает. Она мне сказала, что хочет стать медиком, хирургом по глазам. То есть она вот сама изучает, ее никто не заставляет. Изучает программирование, ее никто не заставляет, ребят. Папа чуть-чуть заставляет. Ну, какой-то, нет, не то что заставляет, папа вкладывался в то, что ребенок, ну, как-то двигался в нужном направлении. То есть я дал стимул, а она дальше началась заниматься где-то, конечно, на нее где-то ругался и тому подобное, потому что, ну, необходимо, где-то приходится и так вот, где-то с любовью, где-то, грубо говоря, пожестче как бы. А, ну, не с крутым совсем уж, как бы, ну, в плане то, что пожестче. Так вот, к чему это, как бы, разговор? Я говорю, почему ты не гуляешь? Она говорит, папа, мне это неинтересно. Я пока молоденький, я хочу вот для себя пожить, как бы, вот именно что, там, отучиться, погулять, там, где-то попутешествовать. Получить специальность хирурга, а потом уже какие-то там серьезные отношения строить, уже серьезные отношения строить. Может быть, где-то это раньше будет, я не спорю, ребят. Но уж лучше это пускай будет чуть попозже, потому что для меня, как для отца, а я уверен, что меня смотрят многие, и мои друзья смотрят, у них есть дочери. Это спокойнее. Что ты знаешь, твой ребенок не шляется где-то, не гуляет. Бывает гуляют, да, а бывает шляются в некоторых случаях. Это вообще страшно, жестко, когда ты переживаешь, и когда ты не знаешь, что у ребенка в голове, и не знаешь, что с девочкой твоей могут сделать, потому что сейчас в то же время непонятно такое. Ну нет, мы знаем всех ее подружек, они у нас оставались ночевать. То есть, не сказать, что Настя у нас сидит под семью замками. Не-не-не, такого нету. То есть, ей наоборот, если честно, я бывает даже толкаю ее, чтобы где-то она больше сходила именно в компании побыла, а не просто там в книжках своих, там в рисунках художествах 30-х. То есть, она очень активный человек, но любит читать в маму. В маму. Да, это в маму. Поэтому вот такая ситуация, ребят. Те, кто меня не знает, вот я вам открываю такой секрет про себя, что я занимаюсь своими детьми, и мне очень приятно осознавать, что мои дети хоть что-то от меня берут. Положительно. О, слава, садики у нас. Это все оба ты сделал? Да. Круто. Кто там живет? Это все, а я себе. Ну, когда пися. Там семья была. Я случайно у нас все убрать, что туда забирает. У него семья была из четырех человек. Это ее маленькая. Ничего, ничего. У нас есть четырех человек. Все, пойдем домой? Ну, ты даешь. Я везде потолил домик и вон сядицу. Это и вон поселите. Понятно. А кого-то в домик поселил? Ну, да. Пять человек и четыре. В животике один еще, да? Нет, четыре убрали. Воспитательница одного расставила. Остальные ушли в гости, да? То есть этот домик ты построил для нашей семьи, да? Вот так вот, ребят. Для нашей семьи. Единственный такой большой домик там был. Сам построил. И гараж мой. И гараж еще к домику? Да. Круто. Под Лексус. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok